Нейромобиль первая отечественная машина, управляемая силой мысли для водителей-инвалидов. Но на выставке представлен полноразмерный макет. Это разработка ученых Нижегородского университета имени Лобачевского. Мы перешли от сжатия пальцев в кулак до легкого напряжения мышц, еле ощутимо, без воспроизведения движения. И вот это легкое напряжение нужно запомнить и впоследствии воспроизводить его как команду. Сейчас эмулируем движение левой рукой. Серийное производство таких нейромобилей планируют запустить только через три года, когда разработчики получат сертификат. А это экспериментальный образец нового аппарата искусственной почки. Устройство для очищения крови пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью. Сейчас люди сидят на гемодиализе, то есть они прикованы к шкафу на 4 часа каждый день. А тут он ходит с этим рюкзаком и он не привязан к аппарату, он может заниматься своими делами. То есть это сильно повышает качество жизни человека. Российские ученые демонстрируют свои разработки в сфере космических систем, машиностроения, робототехники, медицины, нанотехнологии и других отраслях промышленности. Несколько разновидностей роботов можно здесь увидеть. Один из них отжимается, другой отвечает на вопросы школьников, а этот робот Пушкин создан для того, чтобы преподавать в учебных заведениях. Но это в рабочее время. В свободное читает стихи. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. То есть вы меня не любите? В министерстве образования и науки России довольны тем, что в последнее время наши ученые не уезжают работать за границу, а наоборот возвращаются оттуда в Россию. К нам вернулся Александр Полежаев. Он работал у нас в композициях России в Бауманке. Его заманили американцы. Сказали, что лаборатория будет, самое лучшее оборудование, кран ему дали. Он вернулся сейчас через три года. Самое важное здесь то, что ребята остаются в России. Это изюминки, это звездочки, это то, что это богатство. Вот это все, это наработанное имя. В Московской области, к сожалению или к счастью, может быть к счастью, нет нефти, газы. Зато у нас есть прекрасные мозги. Извиняюсь, так сказать, может быть за такой грубый образ, но у нас есть интеллект, у нас есть умные люди. В экспоцентре в течение двух дней будут проводить мастер-классы и круглые столы, где обсудят ключевые вопросы в сфере развития взаимодействия науки, образования и бизнеса. Елена Волик, Кристина Зайцева и Кристина Лоц. Новости 360.